Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! У нас сегодня очень маленький, но интересный разговор, посвященный одному из таких довольно интересных героев всего Ветхого Завета, одному чудовищу, это животное чудовище, и называется оно Левиафан. И многим из вас знакомо это слово, называются книги этим именем, называются танки, газовые месторождения, кинофильмы, какие-то концепции формируются и называются людьми этим обозначением. Левиафан. Левиафан тот, что такое масштабная, глобальная, мощная часть мироздания, то, чему противостоять невозможно, то, что превосходит по масштабу силы человека, все наши возможности, то, что выше нас по своему какому-то могуществу и влиянию. Мы бессильны перед Левиафаном. Левиафан могуч, какой-то полубог, какой-то полугодзилла какая-то по отношению к каждому из нас. Ничего с Левиафаном не сделать. Левиафан фигурирует на страницах Ветхого Завета двояко. Он толкуется, интерпретируется немножко неоднозначным, а именно двояким образом. И давайте проследим эти две традиции, восприятие, что ли, оценки, интерпретации этого образа, а прежде поговорим о самом этом слове. Итак, Левиафан в русской такой транскрипции, либо Левиатан в еврейском оригинальном тексте. Слово, которое связано по смыслу и антибиологически с понятием чего-то извивающегося, какой-то нечто подобное, какой-то, что ли, шланг, да, какого-то змея. И вот он извивается, и поэтому называется таким образом Левиатан, да. Слова докоренные – это венок, это петля, что-то скрученное. Ну, откуда могло появиться представление о таком чудовище в древнем мире? Ну, понятно откуда. До сегодняшнего дня есть какие-то целые устойчивые верования, попытки найти каких-то морских животных, да. И мы сейчас имеем кучу оборудования, у нас есть батискап, у нас есть эхолокаторы, у нас есть уже почти столетие таких вот тщательных попыток изучать, и успешных попыток изучать морские глубины, но до сегодняшнего дня какие-то подводные чудовища будоражат наше сознание, будоражат интерес ученых, вообще людей интересующихся, и пугают одновременно все это, и манит, и так далее. Тем более, в древние времена не было ни батискафов, не было ни ученых, не было Жака и Ива Кусто и его начинания, ничего не было. А тем не менее, вот была эта морская стихия, были корабли плавания на кораблях, были кораблестроители, были путешественники, какие-то морские поездки, иногда какие-то животные, они были видны на горизонте, да, киты какие-то, касатки, дельфины, белуги и прочие какие-нибудь ламантины, и прочие морские твари, то там-то сям виднелись людям, и, конечно же, их было невозможно или тяжело поймать, изучить и сравнить, и все это накладывалось на ситуацию, возможно, какого-то шторма или безветрия, какого-то стресса, страха, и воистину рождались представления о том, что вот там живет чудовище, и мы только видим его какую-то макушку, да, не дай бог, что он нас ест и что нас проглотит и так далее, нам будет тогда беда, Левиафан нас съест, вот, ну, похоже, видимо, по облику Левиафан воспринимался как какой-то, ну, полудракон, это такое вот, такое чудовище драконьего типа, драконьего какого-то такого вида. В апокрифах еврейских возникает представление, что у Левиафана есть супруг, да, Левиафан – это самка, а супруг – это бегемот, это первая книга Еноха, об этом рассказывает, вот, бегемот – самец, Левиафан – это самка, и вот у них должно быть потомство, но бог разделяет их в разные стихии, помещает бегемота на земле или в речных пространствах, Левиафана бедняжку отправляет в водные морские пучины, и вот они вот не могут плодить новые чудовища, существуют в таком довольно одиноком разделенном существовании. Как интерпретируется образ Левиафана в Библии? Как сказано уже было мной выше, двояко. Традиция первая, и она довольно такая яркая, хорошо выраженная, представленная, показывает нам, что Левиафан есть часть божьего мироздания. Бог сотворил все мироздание присмыкающихся, животных, птиц, рыб, комаров, саранчу, вирусы, микробы, и, наконец, он сотворил еще и морские подводные чудовища. Вот, например, он сотворил морских змеев, левиафанов. И вот как раз вот стих, который мы будем сегодня толковать, мы от него отталкиваемся, с них стих очень знакомый. Псалом 103 читается в начале каждой вседневной вечерни, то есть, придя в храм на буднях, не опоздав к богослужению, к вечерни, у вас есть стопроцентная возможность, вероятность этот псалом почитать, точнее, услышать, а кому-то и почитать. Ну вот, там такой есть стих, описывается в «Великолепие божьего мироздания» и такой стих. «Тамо корабли приплавают, змей сей Его же создал, если ругайтесь ему». Ну вот, перевод не совсем прозрачный, скажем так, да, вот, ясно, что описывается морская стихия, там плавают корабли, там какой-то змей есть. Вот этот змей, это и есть перевод на язык славянский того самого левиафана. Вот переводчик РБО переводит так. «Там плавают корабли, левиафан, твое творение резвится там». Или вот переводчик перевода Синодального переводит этот стих таким образом. «Там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем». То есть, получается, что левиафан, чудовище, это есть какая-то очень важная часть морской божьей экосистемы. В этой экосистеме есть у каждого свое место, и эти элементы этой системы, они какую-то выполняют важную, хотя нам и неведомую роль. Но тут даже более того, написано, что какая функция у этого левиафана, вот в этом морском пространстве, играть, резвиться. Или, как написано в славянском переводе, «ругайтесь». Но это не ругаться русское, это есть вот именно вот веселиться, вот так вот резвиться. То есть, получается, а что такое игра? Это когда вот какая-то радость, какая-то свобода, досуг, нега заставляют нас делать вещи, которые как будто бы какого-то явного смысла не имеют. Они не дают нам ни прибыли, ни заработка, нас не кормят, не питают. Но, тем не менее, мы играем, потому что наше сердце любит так поступать. Еще гораздо более подробно, не будем читать, это очень большой, это целая глава. Глава 40 и 41 книги Иова. Там весь подробно описывается этот левиафан в позитивном ключе. То есть, как часть Божьего мироздания, уточним, как то, что выражает Божье всемогущество в процессе творения окружающего мира. Бог для того может сделать невероятные вещи, что даже может сделать бегемот и левиафана. Даже их он может сделать. И в этом отношении наше понимание мироздания, оно ограничено, потому что мы сделать левиафана, по мнению Иова, не можем. Но еще другое, есть другое понимание левиафана, есть такая целая традиция, она присутствует и в книге Исаии, и в псалмах тоже, и в книге Иова в других местах. И даже можно найти в книге Бытия. Эта традиция, она как будто бы толкует левиафана во всецело негативном образе. Левиафан противник Бога, левиафан оппонент Бога. Левиафан однажды сражался с Богом, дракон из моря, воплощение стихии, твари, творения эгоистичного, на себя зацикленного, охваченного созерцанием своего могущества. И эта стихия бросает вызов Богу. И Бог сражается с левиафаном и побеждает его. Ну вот, например, Псалом 73, стих 14. Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Видите, Бог побеждает левиафана и отдает его в пищу людям пустыни. Дальше. Исаия описывает нечто будущее. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафана, змея прямо бегущего и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Это сражение, оно как будто бы отнесено на какие-то последние этапы, дни нашего всего мироздания, мира существования. И вот в этом образе сражающегося, Бога сражающегося с чудовищем морским, левиафана, мы находим какие-то отголоски мифологии, которая была представлена на Древнем Востоке. Гораздо более древней, чем мифология библейская. Но вот есть мифы о сражении Ваала и Анат с противниками, противниками морскими, чудовищами они были уничтожены. И как раз из остатков этих чудовищ мироздание и творится. Но вообще-то говоря, дорогие друзья, идея сражения божества, либо мужа божественного с драконом, драконом, вышедшим из почины морских, это очень древний и очень давний вечный сюжет всех мифологий. И от, мы можем вспомнить легенду о Георгии Победоносце, и да, целый какой-то киносериале про Годзиллу, везде этот образ он повторяется. Левиафан влезает на землю и пытается победить людей, божьих детей. Но Бог вмешивается, побеждает в итоге Левиафана. Еврейские апокрифы считают, что в последние дни, когда уже эта битва состоится, праведники будут есть мясо бегемота Левиафана. Это будет такое изысканное наслаждение. Они будут сидеть в шатре и будут питаться на этой трапезе вместе с прадцами, со святыми божьими, этим изысканным питанием мясом бегемота Левиафана. А сама палатка, шатер будет сделана из кожи Левиафана. Это есть учения, которые можно найти в Талмуде. Дорогие друзья, наконец, в Новом Завете, в книге Откровений, этот сюжет Левиафана обыгрывается неоднократно. Но вот мы читаем, что какое-то из моря выйдет чудовище-зверь. Это глава тринадцатая. Глава двенадцатая рассказывает нам о большом драконе с семью головами. Наконец, есть стих о том, что неизвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. И тогда вот здесь вот как будто бы замыкается эта история, ставится точка в этом повествовании. И оказывается, Левиафан есть древний змей, дьявол и сатана. И именно он в другом обличии соблазнил тогда Еву, получается, и Адама в саду Эдемском. Но, дорогие друзья, сегодня мы толковали Псалом 103, и в нем учение о Левиафане не столь пессимистичное. Рассказано о том, что Левиафан является божьим творением, который дополняет богатство мироздания, и Бог как будто бы любуется тем, как Левиафан резвится, играется в морской пучине. И тут никакого вреда про него не сказано. Просто он играет, живет резвится, и является тоже, получается, одним из божьих творений, одним из божьих чад. Дорогие друзья, стих истолкован. Видите, маленький стих приводит к огромному такому большому повествованию, мини-лекции, когда мы обращаемся и к апокрифам, и к Талмуду, и к Новому Завету. И вот тогда получается образ Левиафана полный, многогранный, интересный и по-хорошему противоречивый. Дорогие друзья, мини-лекция окончена. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Не болейте. Партнер нашего экзегезиса, нашего процесса германефтического, портал экзегет.ру. Всего хорошего.